В этом году в пятый раз состоялся фестиваль-конкурс художественного слова «Зубовские чтения». Его участниками стали более 200 учащихся школ и учреждений дополнительного образования. В финальный тур вышли 37 юных дарований. В исполнении лучших чтецов звучали стихи наших земляков, поэтов Видновского края. Внимание на экран. Не устояла сельская плотина, хоть кажется, была так крепка. Ты полна эмоций, но ты не кричи. До выхода на сцену еще несколько минут. Финалисты не теряют их даром, повторяя в очередной раз стихотворные строки. За правильным исполнением следит педагог. И неизвестно, кто же волнуется больше – учитель или дети. Волнение страшное. Дочь проснулась, не спала, думала, как это лучше еще сделать, как усовершенствовать. Девочка тоже очень волна. Волнение, конечно, прежде всего за ним. После третьего звонка стартовала завершающая часть конкурса «Зубовские чтения». В этом году его участниками стали 222 юных чтеца. После отборочного тура в финал вышли 37 человек. Прослушивание проходило в трех возрастных категориях. В основном конкурсанты читали стихотворения признанных поэтов Видновского края. Но были и исключения. Денис Башарин рассказал историю щенка, написанную ученицей Видновской гимназии, юной поэтессы Елизаветы Горбуновой. «Нашел. Вчера в метро щенка стигровой редкой масти. Служил прекрасно и умел иметь такого счастья. Я объявление прочел, и вот мое решение. К себе домой забрать щенка для дружбы и общения». «Очень радостно, что наши ребята выбирают стихи всех поэтов, не только признанных, но и молодых. И мне кажется, это вообще важно, стихи читать, тем более поэтов своего края родного». Некоторые ребята не просто читали стихи, а готовили небольшие постановки, продумывая выступления до мелочей. Артем Степанян вышел на сцену в костюме рыбака, дополнив зрительные образы произведения. «Победитель достанется все, и грамота, и кубок. Так что мы стараемся победить». Конкурсантов бурными аплодисментами поддерживали педагоги, родители, друзья. А члены жюри оценивали выразительность чтения, артистизм, сценическую культуру финалистов. Но эти критерии не всегда являются определяющими при выборе победителя. «Ребенок, может быть, даже и не очень хорошо читал, может быть, даже он забыл, может быть, даже споткнулся. Но он настолько чувствовал, он видел то, о чем он говорил. И выбор стиха не оставляет никаких сомнений, что, скорее всего, это он сам выбрал». Таких выступлений, когда чтецы нашли свое стихотворение, было несколько. У зрителей от них, что называется, бежали мурашки. «Молодцы ребята, конечно. Это очень важно, когда сохраняются ценности, когда есть культура. Культура слова, культура общения». Кто бы ни взял первые места в этом конкурсе, проигравших здесь нет точно. Победили все, потому что главная цель фестиваля – привить детям любовь к поэзии, достигнута. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.